Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На канале «Экзегет» мы рассматриваем с вами сегодня вторую главу «Послание к Евреям». Я напомню, что мы уже говорили о том, что первая глава является неким вступлением, в котором раскрывается божественное достоинство и прерогатива Иисуса Христа, а вторая глава является резким контрастом, переходом к совершенно другой реальности. И прежде всего, конечно, автор послания вспоминает о том, для чего и ради чего это послание было написано. То есть это тоже некий тон, это тоже некий посыл, это тоже некий сигнал. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и послушание получало праведное воздаяние, «Как мы избежим возненародив о таликам спасения, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него предельствование от Бога, знамение чудесами, различными силами и раздаяниями Духа Святого по Его воле». Что важно? Что важно, это то, что мы здесь встречаем, во-первых, указание на то, что адресаты послания были обращены к христианскому веру непосредственными свидетелями земной жизни Спасителя, то есть его ближайшим окружением, ибо под воздействием и под влиянием этой проповеди как раз они пришли к вере, то есть версия о том, что действительно это были священники, она вполне правдоподобна и отражает то, что мы встречаем в шестой главе книги «Деяний». И тема ангелов, которая была поставлена в первой главе, продолжается дальше во второй. И продолжается она довольно интересно, более того, совершенно необычно, даже отчасти перевертывая наши привычные представления об ангелах. Ну, на самом-то деле, необычно уже то, что автор послания говорит здесь, в начале второй главы, о том, что закон был дан через ангелов. Это не единственное подобное утверждение на страницах Нового Завета. Оно есть в речи первомучника Стефана, седьмая глава «Деяния», оно есть в послании Галатам, третья глава, 21 стих, и здесь же его приводит и священописатель, автор послания к евреям. И связано это с тем, что во времена Христа люди считали, что Бог настолько трансцендентен, настолько удален от человека, что он не вступает в непосредственный контакт с людьми. Он делает это опосредованно, через ангелов. Эта точка зрения, она настолько возобладала, что даже считала, что Моисей не сам, не от Бога он получил закон, а получил его посредством ангелов, то есть через посредничество. И это мнение было распространено, как бы оно странно ни звучало, как бы, может быть, оно для нас казалось неотражающим библейскую действительность, тем не менее оно было твердо принято. Но это не единственное, что может нас удивить или насторожить. Читаем дальнейший текст, пятый стих, второй главы. «Ибо не ангелом Бог покорил будущее и вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засильствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным нему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами». Итак, о чем идет речь? Здесь автор послания цитирует 8-й псалом. Этот псалом говорит о первозданном, о первоначальном положении человека в момент творения. Это положение на тот момент практически не только не уступало ангелам, но и цель творения была в том, что человек занял даже высшее по отношению ангелам положение перед Богом. И этот текст, который псалом связывает с первоначальным положением Вселенной, автор послания относит к будущей Вселенной. Тем самым, что должно произойти? А история, она должна вернуться на прежнее место. То есть, то положение, которое человек не занял изначально, он должен занять впоследствии. Но возможно ли это, скажем ли мы? И автор послания, он отвечает на этот вопрос. Он говорит о том, что уже один человек этот путь совершил, Иисус Христос. Пока еще, говорится в послании, мы не видим, чтобы действительно это было реализовано, чтобы действительно это произошло. Но за претерпение смерти увенчан славу и честь Иисус. То есть, человек уже находится в той славе, которая раньше для него была недостижима, и от которой он не спал. И именно с этим положением человека автор послания и связывает будущую Вселенную. И указание на претерпение смерти, которое само по себе содержит именно момент несомненных страданий, оно начинает важнейшую тему, тему смерти Иисуса Христа. И раскрывает его. Прежде всего, мы видим, что за это терпение смерти, за согласие на нее, Иисус Христос увенчан славой и честью. То есть, тем самым, путь к славе. Он неизбежно предполагает страдания. И эта смерть в этом же девятом стихе была, как говорится здесь, принята за всех. По благодати Божией за всех он кусил смерть. Тем самым, оно приобретает искупительное значение. И смерть Иисуса Христа – это не только его личная смерть, это не только то, что он пережил. Эта смерть, как мы дальше увидим, она затрагивает все человечество, она вытесняет смерть, она сбрасывает смерть со своего пьедестала. И надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасений их, совершил через страдания. Итак, мы видим здесь все новое-новое определение, все новое-новое именование Иисуса Христа – вождь или начальник спасения. И спасение это, оно осуществлено тем, кто был изначальным творцом этого мира. Тем самым творец и искупитель – это одно лицо. А значит, область искупления – это все творение, весь мир. И цель искупительных деяний – привести многих сынов в славу. То есть, ту славу, от которой человечество отпало, славу Божию, ту славу, которой оно было лишено. И единственный путь, который предначертан Богом – это страдание. И, конечно, всегда возникает вопрос, почему это так? Разве не было иного пути? Почему для Бога не существовало никакой альтернативы? И ответ мы можем встретить именно здесь, на страницах второй главы послания к евреям. Дальше мы слышим такой текст. «Ибо освящающий и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возьму имя твоего братья моим посреди церкви, воспою тебя, еще буду уповать на него, еще вот я и дети, которых дал мне Бог». И так происходит усыновление. Люди становятся детьми Божьими. И тот, кто освящает Иисус Христос, и те, кто освящаются, его последователи, те, кто поверили в него, они происходят от единого. А как же это стало возможно? Мы с вами уже говорили о том, что первая глава заканчивается указанием на то, что у единственного наследника Бога появляются множество сонаследников. Как люди меняют свой статус? Каким образом они становятся для Бога детьми? И прежде всего, конечно, это связано с Боговоплощением. А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имущего державы смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не от ангелов восприемлет он, но восприемлет всеми Аврамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Итак, цель Боговоплощения это пережить с людьми их земной опыт. И для того, чтобы это произошло, Сын Божий становится причастным плоти и крови. Плоть и кровь станут его жертвоприношением. Они необходимы ему для того, чтобы он умер. Иначе смерть была бы невозможна. Но смерть – это не уничижение лишь. Смерть – это не то, что Иисус Христос проиграл, что Он потерпел поражение, что враги восторжествовали над Ним. Смертью Он лишает имущего державы смерти. То есть дьявола. То есть благодаря смерти Он отбирает власть. Но власть не у тех, кто руководит этим миром. Не у Его повелителей или владык. Или у тех, кто добивался Его смерти и думал, что через эту смерть они восторжествуют над Ним. Он отбирает смерть у гораздо более могущественных сил. У дьявола. И через воскресение, через надежду на воскресение, Он тем самым убирает не только в эту последнюю черту, но, что и не менее важно, убирает и отбирает у человечества страх перед смертью. Потому что действительно мы понимаем, что очень часто страх перед смертью, перед конечным итогом, он неизбежно толкает человека на какую-то греховную жизнь, на греховные деяния. Человек хочет продлить свое существование. Он цепляется за эту жизнь. А для того, чтобы каким-то образом зацепиться, для того, чтобы за нее захватиться, он очень часто идет по пути соглашательства дьяволом. И поэтому говорится о том, что именно страх перед смертью это был тот способ, та лазейка, через которую дьявол обладал людьми. И вот теперь страх перед смертью он упразднен, он аннулирован. И благодаря этому брагонадежды на воскресенье, благодаря вере в вечную жизнь дьявол лишен своего главного оружия, своего жала, как скажет апостол Павел. И не ангелов он действительно восприемлет, а восприемлет семя Авраама, то есть лечат прежде, конечно, всего об иудейском народе. И его воплощение не носит просто призрачный характер. Это не просто человек оделся в новые одежды и живет, и обитает в них. Иисус Христос, воплощаясь, разделяет все последствия своего воплощения. Но, предположим, если бы кого-то из вас одели в какую-то необычную, например, военную одежду, генеральскую одежду, вы поняли, что вы не генерал, и вам, если вы будете в этой одежде появляться, придется так или иначе за это отвечать. Или в одежде правоохранительных органов, если вы начнете ходить. И Христос, облекаясь, воплощаясь, он тоже несет ответственность. Он понимает, что это приведет к своим последствиям. Каким? Он уподобляется братьям, и, быв искушен, то есть он терпел, терпел страдания. Для него воплощение действительно было не просто чем-то внешним. он как бы вошел в сердце его человеческого бытия. Но для чего это было необходимо? И здесь есть такая фраза, чтобы он был милостивым первосвященником перед Богом. Ибо как он претерпел, искушен, может и помочь искушаем. Это один из существенных тезисов послания к евреям, один из главных его посылов. Для того, чтобы человек, как бы разделил страдания на другого, для того, чтобы он их понял, необходимо, чтобы он тоже пережил тот же опыт. Вот в пятой главе мы читаем такие послания в первом стихе, «Бы всякий первосвященник из человеков, избираемый, для человека поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертву о грехах. Итак, почему же первосвященник Ветхого Завета мог снисходить к другим? А потому что, как говорит послание, мы сейчас слышали, он сам обложен немощью, он не был исключением, он не стоял над ними, он был такой же, как и все прочие люди, несмотря на свой статус. Статус действительно очень значимый и важный. И вот эта параллель, она дает нам возможность понять и то, почему послание к евреям говорит о необходимости страданий для Иисуса Христа. Более того, здесь же, если мы продолжим читать пятую главу, говорится о том, что Христос претерпевает страдания, он страданиями, навык послушанию, восьмой стих, и совершившись, то есть достигнув совершенства, через эти страдания сделал для всех послушным ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником, починен Хриседека. То есть, другими словами, страдания, опять же, как бы нам это было ни странно, они делают с Иисусом Христом некую перемену, он благодаря ним достигает совершенства. Как так? Могут спросить меня слушатели, зачем ему это было надо? И здесь мы с вами подходим к одному из очень важных моментов, который заключается в том, что, конечно, у посланий к евреям есть очень много необычного, того, что не укладывается в привычную логику, в рационистический подход и восприятие библейских текстов. И эта идея, она тоже присутствует на страницах посланий к евреям. Здесь, в 12 главе, говорится, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. И это цитата из книги притчи. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, который был бы не наказывал отец? Если же остается без наказания, которое общее всем, то вы незаконные дети, а не сыны. При том, если мы, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо более должны покоряться отцу духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после научному через него доставляется мирный плод праведности. Итак, вот один из ответов, который дает автор послания на те несомненные злоключения, на те трудности, на те испытания, которые выпали на долю получателей послания. Им было тяжело, несомненно, и мы об этом уже говорили, и еще встретим такие указания. Почему же это происходит? А потому что особый статус детей Божьих делает Бога не безучастным к их будущей участи. И для того, чтобы заслужить славу Божию, для того, чтобы иметь участие в святости Бога, оказывается, им нужно тоже пережить этот тяжелый, трудный опыт. для того, именно он свидетельствует о том, что они законные дети, о том, что Бог занимается их воспитанием, готовит их к вечности. И поэтому тоже мы и встречаем по отношению к Иисусу Христу. Дело в том, что послание, оно перетекает, оно переносит одну реальность на другую. Нам, может быть, это немножко странно, для нас даже, может быть, даже для кого-то дико, но тем не менее это так. Реальность земная переходит иногда в небесную реальность, а реальность небесная, она переходит в реальности земные. И поэтому для того, чтобы действительно Иисус Христос стал милостивым, ему нужно было пройти путь лишений, путь страданий, путь мучений, ему нужно было как бы на опыте пережить все то, что переживают другие люди. И это очень важно. Очень важно потому, что действительно для нас может быть это звучит опять же, еще раз повторить, несколько странно, но вспомним с вами притчу, которая звучала не так давно на богослужении в преддверии Великого Поста притча о страшном суде. Там сын человеческий, приходящий во славе, называет обездоленных тех, кто голоден, кто нищ, кто находится в заточении или болен своими братьями. Они мои меньшие братья. И эти слова никогда не могли быть произнесены, если сам он не пережил бы тот же опыт, если сам бы он не ходил по земле, не голодал, если бы он не находился в темнице, если бы он сам не терпел лишения. Именно это перебрасывает мостик между сыном человеческом и всем остальным человечеством. И то же самое, то же мысль, то же положение мы встречаем и здесь в послании к евреям. Именно страдания они Иисуса Христа открывают для нас небесную славу и делают нас его братьями. Иисус Христа 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 Христа